Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро из Москвы! Мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. И сегодня новая глава, начинается новая неделя. Каждый шаббат, каждую субботу мир перезагружается, происходит перезагрузка циклов на небе. И начинается опять сегодня день первый. И это очень такая жизненная метафора, потому что если это понедельник, то это понедельник. А если это первый день, то это первый день. Это разница. И ты можешь каждую неделю начать заново. Первый день, второй день, третий день, четвертый, пятый, шестой шаббат. Я помню, читал книгу, называется книга «Невероятно». Эта книга на меня произвела огромное впечатление за последний год, может быть, одной из самых мощных. И там рассказывается история одного человека, который шесть лет, он прошел пять концлагерей. Он прошел вот с 1939 года по 1945, когда освободили. За шесть лет он прошел пять или шесть концлагерей. То есть вероятность выжить была ноль. И главный был его, когда его спрашивали, а как ты выжил? Ну, что тебе помогло? Это невероятно. Он говорил, вы знаете, я выживал всегда один день. То есть у меня была единственная цель, я просил у Всевышнего, вот все мои заслудия, все мои будущие заслудия, все, что я делал, все, что я делаю, дай мне сегодня дожить до вечера. И каждый день он начинал заново одну молитву, каждый день он говорит, я всегда выживал не в шесть лет, я выживал один день. И этот подход, он такой очень-очень мощный, сильный, мощный, сильный. И давайте почитаем, откуда он пришел. Откуда он пришел? Пришел-то он как раз из вот этой недельной главы, которая называется Воец. Воец и вышел. Значит, как вы помните, в конце прошлой главы Ицхак и Ривка отправляют Якова в Паданарам, в Междуречье, для того, чтобы он нашел себе там жену из семьи мамы. То есть мама послала к своему брату и говорит, все, выберешь себе оттуда жену, потому что местных женщин я не хочу. И Яков уходит, и начинается глава сегодня Воец и Яков Мебершева Вайла Харана. Значит, он вышел из города Бершева, где проживал его папа, его мама, его брат Исаф, где они очень хорошо, прочно обосновались. Мне, конечно, вот этот момент очень для меня удивительный. Я раньше, 20 лет я уже читаю недельные главы, я первый раз в этом году обратил внимание, что в 122 года, как раз было 122 года Ицхаку, он ослеп. И получается, 58 лет до конца жизни он ослеп, и, значит, здесь написано в этой главе, в одном из комментариев, что он не выходил из дома. То есть это удивительная вещь, которая меня раньше на нее не обращал внимания, но если понять сущность Ицхака, что он всегда копал колодцы, копал в себя, то тут интересно, что когда человек хочет углубиться в себя по-настоящему, да, Шавуатов, всем Шавуатов, хорошей недели, он закрывает глаза. Вот мы, когда говорим Шма-Исраэль, вот этот первый отрывок, когда человек принимает на себя ярмо Царства Небесного, да, Шма-Исраэль, когда говорит, то мы закрываем глаза и говорим Шма-Исраэль, Адуйной-Элоэйну, Адуйной-Эхуд, Бог-один. И в этот момент нужно закрыть глаза и погрузиться в эту идею, полностью в нее погрузиться. И получается, да, да, всем привет, получается, что Ицхак, который в 122 года ослеп, и он 58 лет находился дома, то он полностью глубже-глубже-глубже погрузился в мир, в свой внутренний мир. И для кого-то, кто очень привязан к внешнему миру, это проблема, это реальная проблема, потому что он очень много теряет. Человек воспринимает окружающий мир через глаза, через картинку, ему хочется видеть. Но человек, который как Ицхак, который уже в возрасте достаточно молодом, когда он вместе с отцом был в жертвоприношении Ицхака, его Авраам готов был уже принести в жертву всесожжения, чтобы поднялся он на небо, то его, в принципе, уже этот мир не интересовал, и он просто, ну, может быть, в этом ответ. Но я раньше не обращал на это внимания. Хорошо. Значит, спасибо всем, кто поддерживает донатами проекта. Благодаря вам проект растет, развивается. Просто мы сейчас удивительно начинаем новые проекты тоже. Слава Богу. Хорошо, значит, почему написано «И вышел Яков из Бер-Шевы и пошел в Харан». Значит, странное здесь слово «вышел», потому что можно было бы написать «И пошел Яков в Харан». Харан – это как Иран, междуречие. Зачем написано «И вышел из Бер-Шевы»? И на это объясняет нам Раша один из главных принципов, что каждый человек оказывает влияние, место оказывает влияние на человека, безусловно. То есть, меняешь место, меняешь судьбу. Мы уже это вчера, как раз мы позавчера обсуждали. Но есть еще и другой аспект, что человек, который выходит из места, он меняет сущность места. И когда Яков вышел из Бер-Шевы, а он был святой, он был цадик, праведник, через него шел божественный свет, то Бер-Шева изменилась. Город, откуда он вышел, стал другим. То есть, это очень важная такая тоже для нас информация. Между делом мы ее получили, что лучше находиться в местах, где рядом с вами есть и люди, от которых вы получаете свет, добро и так далее. Если Лот, племянник Авраама, он поселился в городе Сдом, то в итоге Всевышний разрушил Сдом, и Лот все потерял. То есть, очень важно именно находиться рядом с хорошими, добрыми, святыми людьми и не со злодеями. В общем, вышел Яков из Бер-Шевы, пошел он в Харан, и что? Дальше, говорит нам Тора, И наткнулся он в Аевгай, это как вот у Пигода, один и тот же корень. Вдруг случилось. Он наткнулся на какое-то место и ночевал там, потому что вдруг спустилось солнце. Вдруг потемнело, спустилось солнце. Он оказался в каком-то месте, в котором он остался ночевать. И взял он камни, которые там были разбросаны, и сложил камнями такую защиту себе над головой. Представьте себе, это не как сейчас города, дороги и так далее. Он идет, дикая природа. Кто был в Иерусалиме, как раз это были иерусалимские холмы, которые сейчас они заросшие, такие, ну, растительность. А тогда там бегали какие-то тигры, звери разные, медведи. Значит, людей было мало, намного меньше, чем сейчас. И вот он идет, вдруг становится темно ночь. Он собирает камни и делает себе вокруг себя такое, как небольшое укрытие для того, чтобы отпудивать зверей. Значит, сделал он это, и, и что дальше написано? Вахалом и заснул, и снилось ему. То есть он погружается в ту реальность, которая называется сон. И в этом сне с ним происходит следующее. Это очень известно. Вот этот вот сюжет, который мы сейчас будем изучать, он проходит через всю вообще мировую историю, через всю мировую историю, музыку там и так далее. Он видит во сне сулам, лестница, лестница в небо. Основание этой лестницы стоит на земле, а ее раша, как бы голова, да, ну, то есть ее верхняя часть уходит, уходит в небеса. И вот ангелы всесильного, ангелы Бога поднимаются и спускаются по этой лестнице. Он увидел, как работает мироздание, он увидел сущность, сущность того, что мы называем природа. Он увидел, как устроен духовный мир. То есть духовный мир – это, опять же, Тора была записана 333 года назад, Моисеем, когда он поднялся на гору Синай. И они говорили теми словами, Тора говорит, которые понятны были тогда и понятны сейчас. Но сейчас мы живем в чуть-чуть другом мире метафор, поэтому на сегодня он бы увидел, как, знаете, когда был фильм «Матрица», и там такие циферки-циферки бегают и так далее. Он бы увидел, например, когда мы сейчас смотрим на компьютер, и мы видим программу какую-то, или фильм мы видим, или просто работает компьютер, то тот, кто умеет увидеть за картинкой, что происходит, он увидит какие-то наборы знаков непонятных, а то еще глубже пойдет, он увидит нолики-единички какие-то. То есть Яаков увидел структуру мироздания, в котором материальный мир является производным от мира духовного. И те ангелы, которые поднимались, это последствия слов и поступков, которые человек делает. То есть каждое слово, каждый поступок создает... Ангелы это как сущность, назовем духовная сущность. Ангелы это не там как с крыльями какая-то история. Это некая духовная сущность, единица информации, алгоритм. Ангел, вот самое близкое слово к ангелу, это алгоритм. Значит, человек своими словами, своими поступками создает духовные алгоритмы, которые поднимаются, потом там они все соединяются в какую-то общую программу, и потом ангелы спускаются, эти алгоритмы спускаются в этот мир в виде тех событий, которые материализовываются в этом мире. И это увидел Яков. Ему было... Элуим это всесильный. Он увидел, как работает система, когда есть один всесильный, который создал всю эту систему, все программное обеспечение, все силы. И как работают эти силы. И как человек внизу, он, с одной стороны, он следствие этих ангелов, этих алгоритмов. Потому что иногда происходят события, которые ты не ожидаешь, но которые являются следствием того, что когда-то ты сделал, сказал, произнес. Какой-то поступок, который ты 10 лет назад сделал, он потом к тебе возвращается. Иногда добром, если это был добрый поступок. Иногда злом, если это был плохой поступок. То есть, иногда... Но мы видим, что вот это вот видение, которое было у Якова, лестница, уходящая в небо, это как раз так работает мир. Дальше. 13-й отрывок, он вообще непонятный. «Ве ины Ашем не цавалав». И тогда он увидел Ашем. Ашем это Бог. Значит, вот этот Бог, его проявление, которое не всесильное, а которое над всесильным. Который создал, как бы, есть структура, а есть тот-то творец, создатель, креатор, да, который за пределами структуры. И вот ему открылся вот тот, который все это создал. В Торе он обозначен четырехбуквенное имя, которое нельзя произносить, но в котором заключено понимание «был», «есть» и «будет», например. Который бесконечный и безнепостижимый. Ну и так далее. Значит, он открылся ему. И вот, значит, интересно, что вот сейчас я тоже обратил только внимание. Числовое значение вот этого четырехбуквенного имени 26. 26 – это 13 и 13, вот кто-то написал, да, Александр? Теперь 13 – это числовое значение слова «эхат». Один, если записать «алев», «хэт», «далет», то вместе это 13, тоже числовое значение. То есть один, един, вот полное единство – это 13. И что удивительно, «аава» – «любовь», числовое значение слова «любовь», «аава» – тоже 13. Получается, если объединить любовь и единство, то получается «юдкэйвэфкэй» был, есть и будет всегда, то есть тот, который, чтобы было понятно, за пределами. Нельзя без Кабалы, это не Кабала, это просто открытое знание. А «элоким» – «всесильный», да, вот это слово, то его числовое значение такое же, как у слова «природа». И когда говорят «природа», «вселенная», то имеют в виду как раз Бога, который творец всесильный. Хорошо, и вот, значит, и вот этот вот «юдкэйвэфкэй», «ашем» – Бог, Создатель, стоит над ним. Это, понятная метафора, потому что тот, кого невозможно постигнуть и представить, он, понятное дело, и стоять-то не может. Но как выразить, что Яаков почувствовал контакт с ним и сказал «я Бог всесильный Авраама, твоего отца, и всесильный Ицхака». Значит, мы видим, что дедушка тоже называется отец. «И всесильный Ицхака, земля, которой ты сейчас на ней лежишь, она тебе, твоя она, тебе я дам ее и твоему потомству». Так сказал Бог ему. У него не было тогда еще ни жены, у него не было тогда никакого потомства, у него был брат Исах, который хотел его убить, и он ушел, как раз он в этот момент, он был вообще без всего. То есть он был полностью голый, босый, без денег, без ничего. То есть он лежал, спал за обложенной камнями, потому что он боялся зверей даже, не было никого. И Бог ему сказал, что будет твое потомство, как земной прах, и распространится оно на запад и на восток, на север и на юг, и благословятся в тебе все семьи земли и в твоем потомстве». Интересно, что действительно на сегодняшний день вся мировая, можно сказать, цивилизация, она построена на базе тех законов, которые получил вначале Яков Исраэль про отцы, потом была дарована Тора, и в ресте народ и так далее. Это называется такая вот общая общественная мораль, понимание и так далее. И все это идет через как раз Исраэля Якова, который получил это имя Исраэль. Дальше мы узнаем, за что он его получил. И говорит Бог ему. «Вы и на Анухи и Мах». И вот он ему говорит «Я с тобой». «Ушмартиха, я буду тебя охранять». «Беколя шер телех». Везде, куда ты пойдешь. «Ва ашиватиха, эля адамазот». И я тебя верну в эту землю. «Кило, эзвеха, ада шер и масити, это шер дебар телях». «Я тебя не оставлю, пока я не сделаю то, что говорил тебе». Бог ему дал вот такое вот. То есть представьте ситуацию. Он убежал, его хотели убить. Значит, Исав пустил за ним в погоню своего сына, но, значит, Элифас. Элифас хотел его убить, но Яков ему говорит «Слушай, ты же мой племянник, давай так, что ты, вот тебе вся моя одежда, все, что есть, вот все, у меня ничего нету». И я голый, он голый ушел в реку. Говорит «Считай, что ты меня убил, я утонул». Как, помните, был фильм про Чапаева. Вот он отплыл, говорит «Считай, все». И ты иди папе, скажи, вот одежда, вот все. Значит, он в реку прыгнул, наверное, его крокодила съели. И, значит, Яков остался один вот после этой истории. Есть псалом в псалмах Давида, это его молитва. Когда он вышел, поднял шеромолот, песнь поднять, он говорит «Эсай и най эля арим». Подниму глаза к арим, горам. «Маань его изри, откуда придет мне спасение? И изри еще, это помощник, это жена. Откуда мне придет жена вообще? Где я вообще? Я в реке, без одежды, без чего?» И потом он отвечает себе «Изри мей машем». Он говорит «Помощь мне придет от Бога». «Асэ шамам варец», который сделал небо и землю, и который меня не оставит. И здесь мы видим, что действительно Всевышний ему обратился, сказал «Я тебя не оставлю». И все. Теперь, значит, но где это было? Говорит нам 16 отрывок, это же было во сне. «Вайкат с Яков Мешнато, и проснулся Яков от своего сна. И сказал, вот ведь, говорит, есть Бог в этом месте, а я не знал». То есть он говорит, когда он проснулся, он говорит, это же какое-то очень святое место, раз вот такое мне было яркое видение, раз здесь Всевышний ко мне обратился. Он говорит, если бы я знал, я бы не спал. И испугался он, написано. «Вайра», и испугался. Значит, есть пахот, это страх, есть ира, это трепет, есть разные оттенки. Вот он здесь впал в такой трепет, да, как священный трепет, когда тебе открывается что-то такое невероятно великое. Он затрепетал и сказал, «Манура макомазе», он говорит, «Насколько страшно это место». «Энти», и он говорит, «Энзе ти им бет Илоим». Это дом Всесильного, и это ворота небес. Знаете, где он спал? Как раз он спал в месте, где потом стоял первый храм, второй храм, то есть это было то место, на котором сейчас вот стена плача. Это место называется Шара Шамаем, ворота в небеса, и это место очень святость, то есть соединение духовного мира и материального. То есть вот эта лестница, главная как бы такая перемычка между духовным и материальным миром, она проходит как раз на этом месте. Вот. И значит, очень спасибо, что Шамиль, я тоже слышал о нем очень много хорошего, прям это очень большая вещь, что когда люди, которые искренне идут к Богу, они вместо того, чтобы говорить про другого плохое, они наоборот все вместе объединяются и хотят, чтобы все пришли к Всевышнему. Это очень важно. И значит, это было ворота в небеса. Теперь дальше. Ваишкам Яков Баботер, и проснулся он рано утром, проснулся он рано утром, ваеках эт аэвен, и он взял камень. Оказалось, что в то время, когда с ним происходили все эти видения, то те камни, он сложил камни, а потом он проснулся, видит, что оно все превратилось в один камень. Можете себе представить, что произошло, так как это было искажение пространства, как в святая святых храма, там искажалось пространство, время, то есть там был ковчег, ковчег завета, который был больше размером, чем святая святых, где он стоял. И, значит, вот в этом месте проявления Всевышнего, когда он соединился с Яковом, он тогда очнулся, и в это время он увидел, что камни слились в один камень. И, значит, он взял этот камень, и сделал из него мацева, и возлил на него масло, возлил ели на него. Значит, они владели какими-то технологиями, которыми мы сегодня не владеем. То есть у нас есть айфоны, а у них было какое-то специальное масло, которое было со специальными какими-то травами, которое было по специальному рецепту сделано. И он, значит, он возлил на этот камень этот ели. На русском почему-то называют это масло ели. В переводах какое-то вот такое вот освещенное масло. На этот камень. И вот тут очень важная вещь, которая, которая касается вот прям всех следующих поколений. Вообще очень сильно повлияло то, что он сказал в 20-м отрывке. Ваидор Яков Недер. И он взял Недер. Он взял обет перед Богом. То есть Всевышний ему во сне обратился и дал ему то, что называется потенциал. Кстати, я когда сегодня это изучал, я подумал, что благословение Ицхака это дело важное. Это было очень важное дело. Но здесь же не в благословении дело. Если бы можно было все решить благословением, так мир был бы другой. Потому что каждый святой человек благословлял бы там своих детей и так далее. Тора, связь со Всевышним, это только личный выбор каждого. То есть здесь нет, не может ничего. Есть информация. И нам специально показана вот эта история. И Савья Акова, они были родные братья. От одной папы и мамы. Они родились в один день. Разница между ними была 5 минут. Они были двойняшки. Не были близнецы, но они были двойняшки. Вместе родились. И что Исав выбрал, это был его выбор стать злодеем. И Аков, это был его выбор стать праведником. И вот здесь мы видим, что Всевышний, он ему открылся. Но сам Яков на тот момент, он был, его это испугало. Его это реально испугало. То есть человек снизу, он делает усилия, но когда ему открывается Всевышний, это совсем другое дело. И вот он очнулся, проснулся и взял Яков обед. И сказал, если будет Всесильный со мной и он меня будет охранять в пути, по которому я сейчас иду. Он шел в неизвестность, он вообще не знал, куда он идет, что с ним дальше будет. И он говорит, если Всесильный будет со мной и будет меня охранять в пути, по которому я сегодня иду, и даст мне хлеб кушать и одежду одеваться, то есть он сохранит меня, даст мне все материальные потребности, удовлетворит. «Вышавьте бешалом эльбей тави, и я вернусь с миром в дом моего папы, вая ашем ли левиим, и будет мне и будет мне Бог Всесильным, он говорит, то что, то есть вот смотрите, здесь не то, что если он мне поможет, будет он мне Всесильным, это он просит у Всевышнего, это самая главная просьба, с которой нужно начинать все молитвы, чтобы Всевышний тебе открылся, и чтобы он был с тобой, а ты с ним, потому что эту связь очень легко, очень легко потерять, потому что тело, люди, обстоятельства, человека может двигать в какую-то сторону, то что называется испытание, и можно легко потерять этот Wi-Fi, вот эту волну, даже если ты ее ловишь, она может потеряться, и это то, что попросил, попросил Яков, он говорит, пусть не будет Бог, творец, Создатель Всесильным, чтобы я все время был на этом контакте, на этой связи, это то, что он просил его часть, да, то, что он просил от Бога, теперь он говорит, что он сделает, и тогда он говорит, вот этот камень, который я сейчас поставил, это как не жертвенник, вот когда это был один камень, то это называлось мацева, ну, постамент такой, да, это будет домом Всесильного, я, говорит, построю здесь дом Всесильного, это как храм, можно так назвать, святилище, да, святое место, и все, что Бог будет мне давать, я десятую часть отделю тебе, то есть, я все, что Бог мне дает, десятую часть я буду отдавать Богу, это удивительно, как потом, у Якова родилось 12 сыновей, один сын стал колено священников, колено леви, это было, они полностью стали коленом священников, они не получили землю в стране Израиля, потому что прямо Яков благословил, он говорит, твое дело это Бог, все, вы, вот этот род, отдельно у евреев есть, внутри есть разделение, есть левиты, которые называются колено священников, и есть койны, которые вообще священники, левиты это как, как они служат в храме, да, а койны, они приносят жертвоприношение, это вообще отдельно, значит, и, он пообещал 10 часть отдавать Всевышнему, то есть, это очень интересная такая схема, потому что, когда ты помнишь постоянно, кто тебе дает, есть пертья вот такая мешна, дай ему из его, потому что и ты, и все, что у тебя есть, это его, и когда человек держит вот эту вот связь, постоянно, и это очень напоминает, что ты реально, ты понимаешь, и ты веришь, что все от Всевышнего, и когда ты отделяешь 10 часть, бывает, что это сложно, бывает, что это, ну вот, когда там денег не хватает, или так далее, но ты понимаешь, что, если ты понимаешь, что все от Всевышнего, тогда ты даешь ему, и ты с ним партнер, очень это такая была вещь, и она идет от Якова, все, это был обед Якова, который он взял, выходя из Бершевы, все, на этом мы сегодня заканчиваем, как раз отрывок сегодняшнего дня, и давайте подведем итог, значит, есть, очень интересная практика была, да, когда великие, великие раввины, великие раввины, которые были, знатоки Торы, очень уважаемые люди, они отправлялись, это было буквально лет 150 назад, когда, ну вот, я знаю, и Веленский Гаон, и очень много хасидских праведников, они отправлялись в то, что называется, добровольное изгнание, они шли, выходили из дома, и шли ночуя в одном месте, не более одной ночи, то есть, они нигде не останавливались, и они, несмотря на то, что они были богатые, успешные там и так далее, уважаемые люди, когда они шли, они одевались, как будто бы они бедные, и они просили подаяния, то есть, ты ее не управляешь, она неустойчивая, и ты постоянно чувствуешь, вот это божественное проведение, они отправлялись в такое добровольное знание, я хочу закончить одну веселую историю, было два брата, великие были такие хасидские учителя, Элимелых из Лиженска, раби Элимелых из Лиженска, и его брат Ребзусий из Аниполя, и вот эти два брата, они были великие, такие, ну, великие люди, которые искали путь к Богу, изо всех сил, это было их главное в жизни, вот они отправились, отправились они в такое добровольное знание, и они ночевали, то там, то здесь, и вот они как-то ночевали на одном постоялом дворе, и они легли, Ребзусий лег, значит, наверху на скамейке, а его брат, Раби Элимелых, он лег под скамейкой, они еще были достаточно молодые ребята тогда, и вот они лежат, значит, Ребзусий на скамейке спит, а тот под скамейкой, и там была компания какая-то, бухали, выпивали мужики какие-то местные, И они, значит, смотрят. Ну, выпили, выпили. О, два еврея, значит. Ну, давай, значит, выясним, что они тут лежат. Ну, в общем, взяли они их, побили. Развлеклись, побили. Но они побили вот того, кто наверху лежал, Ребзусик. А тот, который под скамейкой лежал, они его не увидели. И они этого побили, побили. Значит, все. Ну, сидят они вдвоем. Вот почему Всевышний так сделал? Да, меня побили, тебя не побили. Значит, у Всевышнего такой был план. Элемел говорит, давай поменяемся сейчас. Наоборот, я лягу на скамейку, ты под скамейку, чтобы больше такого не было. Значит, Ребзусик лег под скамейку. Те выпили еще пару бутылок. И говорят, слушай, там вот один же, мы одного побили-то, а второго не побили. Говорит, но того, который сверху, мы уже били. Говорит, а того, кто под скамейкой, еще не били. Вытащили его из-под скамейки и побили второй раз. И отсюда мы видим, что даже такие моменты, как побили, как не побили, как и так далее. То есть, Всевышний нам дает все время какую-то, какие-то сложности, какие-то условия игры, для того, чтобы мы в этих условиях, кто-то в условиях хороших, кто-то в условиях средних, кто-то в условиях плохих. Но главное, какой ты делаешь выбор, ты выбираешь Всевышнего или ты выбираешь что-то другое, надеяться на что-то другое, верить во что-то другое, делать что-то другое. Или ты выбираешь, причем интересно, что я могу по себе сказать, что у меня получилось, что только в момент, когда я уже понял, что мне все другое не поможет, я только в этот момент обратился ко Всевышнему. И если бы я изначально, изначально жил бы по Торе, знал бы, как все делать и так далее, у меня была бы намного более счастливая жизнь. Но в том-то все и дело, что пока очень часто Всевышнему для того, чтобы люди начали молиться, начали соблюдать заповеди, начали помогать друг другу, нужно их поставить в очень какие-то жесткие плохие условия. Все, всем удачи, успехов, хорошей недели, чтобы мы Всевышнего благодарили, молились, любили от всего сердца, не ожидая каких-то для этого поводов. И, значит, чтобы Всевышний давал нам хорошие, хорошие условия для игры, для того, чтобы мы могли выполнять много заповедей. Все, всем удачи, успехов, хорошая неделя.